Христос, посреди нас мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Хотел поговорить о Слове Христовом, хотел свой опыт просто рассказать. Все тоже вечные иллюзии тешут себя, что вот типа там кто-то что-то Евангелие знает, ничего никто не знает. Я вот восьмой год как покаялся, два года как в интернете и особенно активно стал общаться. Ну, люди тебе пишут, конечно же, мне в частности. И ты общаешься, слушаешь, и я уже давно понял, что ничего никто не знает. Вот я на канале записал на христолюбие за полгода весь Новый Завет, от первой буквы до последней. Включая книгу Откровения, все, кто знает, смотрел. Так посмотрите на мои проповеди, там порой на одно событие, на стихи я, конечно, не пишу там особо. Так я по два часа, по два с половиной говорил. Читается весь Новый Завет, по-моему, если я не ошибаюсь, часов за 16, что ли, если вот так последовательно слушается, читается. Ну, может, я ошибаюсь. Ну, по-моему, около 16 часов. Что вы думаете, кто-нибудь его знает? Да никто его не знает. Я давно убедилась, ты красавчик вообще. Ты свои лапы видел? Вот это у меня котик. Ну, тут очень, у нас грязище лютое. Вот так вот, да? Новичево. Вот. Поэтому все эти иллюзии, я вот пообщался, и могу вам поделиться опытом. Выясняется, что люди, которые годами ходят в собрание, люди, которые годами ищут собрание, ничего не знают. Дело не в том, что надо что-то сверх, естественно, такое знать. Евангелие хотя бы надо читать. Выясняется, что люди, по несколько лет ходящие в собрание, ни разу не читали не то, что Новый Завет целиком, Евангелие. И это я вам говорю, не какие-то сказки, я никогда не называю имен там, чтобы никого не злословить, не порочить, а говорю вам, как есть. Вот. И если думать, что это исключение, то не так абсолютно. Это норма. Вот. Я же не говорю о том, что, в принципе, порой лучше и вообще не знать Писание. Потому что есть такие знайки, которые из Писания превращают что угодно потом. Для прибытка, для славы, для тщеславия, для порабощения, для денег, да, все десятины там. Вот. Но если говорить в простоте, то люди ничего не читают. Ну, даже если и читают, потом, конечно, это как раз камни преткновения, но я хотел сказать не об этом сегодня. А действительно о том, что никто ничего не читает. Не думайте, что вы встретили христианина по дороге там или пришли в собрание, этот человек хоть раз в жизни читал Евангелие. Вы ошибаетесь, я вас уверяю. У меня нет такого большого опыта, я могу сказать, что я там заходил, опросы делал, а я предлагал. Но никакой поп или пастырь никогда не согласится это. И, кстати, все эти иллюзии про евангельских там христиан, баптистов, небаптистов, это тоже все иллюзии оказались. Я лично общался, которые ходили в собрания в баптистские годами, я спрашиваю, ты Евангелие читала? Молчит. Не понимает разницу между Евангелием, Новым Затем, Библией, то есть человек вообще не понимает, в чем он. Ну, при этом он вроде верующий, вроде христианин, вроде баптист даже там или еще кто-то. Сейчас этих евангельских там тоже полным-полно. Это все иллюзии. Это их не слово, это евангельские означают только лишь то, что они как бы отвергли предание, только при этом они живут уже по преданиям своих основателей. Неважно, сколько им, 10 лет он вчера умер, этот основатель, 20, 100, или 50, или 200, или 500. Это не имеет значения. Они живут, они точно такие же, это все только иллюзии. Они просто там те же самые протестанты от ордотоксов отличаются только тем, что они выкинули полторы тысячи лет предания. Вот и все. И слепили свои. Вот вся разница. Так что там особо фантазировать не о чем, что они там что-то знают. Вот. Так что вот так вот. Такой вот печальный опыт. Я стал общаться в простоте с людьми. Мне прям звонит, я прям сразу спрашиваю, ты Евангелие читаешь? Кажется вопрос даже глупый, даже где-то обидный должен быть для христианина. А я понял, что это первый вопрос при знакомстве. Хотите невзначай, хотите как-то по-доброму или косвенно. Задайте этот вопрос любому встречающемуся. Ты Евангелие читал? А читаешь? А хочешь вместе почитать? Казалось бы, любой христианин скажет, да, брат, да, сестра. Так хочется с кем-нибудь вот пообщаться, посоветоваться, почитать. Нет. Вот. Все это иллюзия. Вот так вот. Поэтому, вы знаете, у меня мир в душе пришел тогда относительно всего этого христианства, так называемого псевдо. По-другому его не назовешь. Только после того, как я принял то, что надо ко всем, даже христианам, относиться как к мытарям и к язычникам. Вот и все. Если ты действительно узнаешь человека по поступкам, по делам, по словам, как-то входишь в ним в общение, да, ты его можешь братом назвать, сестрой. Вот. Он принимает учение Иисуса, учение любви ко всем людям. И к ближним, и к дальним, и к любящим, и к нелюбящим. Вот. Да, и ты с этим человеком, ты действительно, он рожден свыше, родился и возрастает, исповедуя учение о любви и подвязаясь в этом учении. Вот. И ты тоже. Вот вы друг другу, братья и сестры, да, потому что у вас один отец, который есть Бог-любовь. А если вы живете неизвестно чем, то это все. Вот. И поэтому... А чтение-то для чего? Оно для этого чтения, чтобы узнать это учение. А потом, чтобы в нем просто назидаться, пребывать. Вот. Потому что он все время обличает тебя. Каждый день мы делаем тысячи выборов между добром и злом, между любовью и нелюбовью. Это происходит ежедневно у каждого человека. Вот. И Писание, конечно же, мы смотрим на Иисуса, смотрим, как он поступал. Вы знаете, как я переносить не могу, когда Библию Словом Божьим называют. С какого перепуга? Более того, я говорю, Иисус делает ровно противоположную вещь. В 10-й главе, где в очередной раз Евангелие Тана, ему тычут в споре с иудеями эти все беззаконники, что ты делаешь себя равным Богом, кем ты себя возомнил. Он говорит, не написано ли в законе вашем. Он конкретную книгу назвал из Писания. У нее есть название. Бытие, исход, закон, второзаконие, левит, числа, навин. Такой-то пророк, такой-то пророк. Господь говорил, правильно говорил о вас Исайя. Он говорил, что это Бог говорил, он говорит, Исайя говорил. А в 10-й главе четко дает формулу, употребляет все три слова, которыми сейчас манипулируют, в одну кучу свалив. Он говорит, не написано ли в законе вашем вы боги и дети Всевышнего все вы, ну там сыны, ну понятно, что и дочери, да? Говорит, если к вам тогда было Слово Божье и не может нарушиться Писание, как Господь прекрасно сказал, золотая формула надо запомнить. Это 10-я глава, я не помню, какие там стихи, 40 какие-то, где там очередной крупный спор с иудеями. В какой-то книге может быть Слово Божье, да? Там может быть и Слово Сатаны, и куча слов людских. И Господь говорит, в законе вашем вот это вот Слово Божье, это Бог говорил через человека, да? И это написано не может нарушиться, ибо это Слово Божье, это Бог изрекал через пророка. Такие есть. Там пророки сами всегда говорят, Моисей говорит, так сказал Бог. Есть разница, где они говорят и где говорит Бог. Вот это очень важно. Так что вот так вот. Ну опыт вот такой жизни моей, что 99% не читали Евангелие. Кажется, цифра нереальна, завышенная. Нет, правда. А если и читали, ничего там не видели. Но основная масса не читает. По крайней мере, я не говорю, я не делал опросов. Я говорю, статистику, вот когда ты общаешься. Иди с 9% с кем я общался, просто тупо не читали Евангелие. Но при этом, казалось бы, это люди христиане. Так что вот так вот. Какой вывод? Я говорю, я очень просто стал относиться. И второе. Учение Иисуса Христа – это учение о любви. Если человек не принимает учения о любви, он не христианин. Он может сто раз читать, миллион раз обчитаться, это ничего ему не даст. Ты читаешь, чтобы увидеть любовь Божью. А в чем она? В кресте Господнем. Иоанн Богослов говорит, мы познали любовь Божью, увидев его жизнь и увидев конец его жизни. В том, что он положил за нас душу свою, и мы, узрев ее, уверовали в нее. В нее, Иоанн Богослов говорит. Не в него, а в нее. И говорит, а потому и мы должны поступать так же. Ибо Бог есть любовь, но потому что Бог пришел во плоти. Мы только благодаря Иисусу поняли, что Бог – это абсолютная, жертвенная, безрассудная любовь. Если ты не принимаешь, это ты никакой не христианин. Я говорю, я очень просто стал относиться к этим людям. Как к мытарям, к язычникам. Точно к таким же внешним людям. И стал вообще просто с ними общаться. Никого не сужу, не злословлю, не напрягаюсь вообще. Пусть живет, как хочет. Я благовестую, сколько могу. Я говорю, я ему сразу о Евангелии, о любви. Не принимай ты все. Я заметил, кстати, опять могу опытом поделиться. Они сразу отваливаются. Помните, как это Иисус? От Него все отходили. Ну, кто-то еще ходил, надеясь на какое-то царство Божье на земле. Что, ученики были поражены любовью Божьей? Да нет. Какая любовь Божья. Господь их посылает проповедовать царство Божье. Они возвращаются. И Иоанн с братом со своим и говорит, хочешь мы помолимся тот город, в который нас не приняли, чтобы Бог огонь с неба послал. Любовь Божья была просто в них, пребывала нереально. Это они все потом познали. А ходили они с корыстными целями. Какими хотите, у кого какие. О славе, отчиславие, богатстве. Тот же самый Иуда, кто мой ролик смотрел. Чем он хуже-то остальных? Ничем он не хуже. Точно такой же. И они точно такие же. Чем они лучше-то? Так что, вера от любви неразрывна. Мы верим в любовь. Но об этом я хочу, может, в следующий раз записать. Поэтому, кто терзается иногда, что его окружают непонятно какие христиане, вы разберитесь, вы поспрашиваете. А ты, дорогой, ты Евангелие читаешь? Давно читал? Какую неделю назад ты читал последние две строчки? И все вам сразу станет ясным. Поэтому никогда не терзайтесь. Живите в простоте. Наше дело светить, любить. Те, кто хотят дать им все, что им нужно. А кто не хочет, им бесполезно что-то говорить-то. У меня как-то раньше по скайпу было много общения. Я как-то старался держаться людей. Типа, вот, надо как-то христианином помягче. А прошел год. Потом вот уже второй прошел. Сейчас третий год начинается. Мы его, так скажем, публичного присутствия в интернете. И я убедился, сделал выводы, что все это ерунда. Что толку-то? Человек другого духа. И он не принимает, он не любит. Хотя вы знаете, как я отношусь к любви к Богу, тоже к этой заповеди. Но он реально не любит Иисуса. Он ему не нравится. Он не хочет о нем читать. Он не хочет о нем слышать. Но при этом он может даже христианином называться. Может, в какое-то обязательно ходить собрание. Вот так вот. А те, кто хочется, да, проповедуйте чистое словесное молоко. И так найдете себе подобных. И у людей сразу спрашивайте. А если он не принимает, относитесь к нему, как к мытарю-язычнику и все. К грешнику и веруну. Вот и все. И будьте спокойны. Вот так вот. Ну ладно. Немножко поговорил. Всех благословляю и прощаюсь. До встречи в следующем ролике. До встречи в следующем ролике.